Здравствуйте! Сегодня мы посмотрим на магнитолу для Octavia A5. Смотрим скорость включения. Очень быстрое, очень быстрое включение. Смотрим наш плеер. Плеер в песне включен в исполнение разноброст. Моментально, моментально всё включает. Просто по одному-два прикасания. Выбор. Выбор у нас есть. Действительно, выбор рабочий. Но это как бы плеер обычного андроидовский. Всё переключает. Возможность баланса. Задний, передний, центр. Единственное, конечно, непривычно отсутствие стандартной крутилочки. Но это, я считаю, конечно, дело привычки. В магнитоле у нас установлена флешечка. Два выхода USB. В комментариях было написано, что магнитола в виде терабайт. Я, конечно, лично не пробовал, но, в принципе, верю этому отзыву. Также у нас есть выбор USB, выбор папочки. Если бы было несколько USB, он бы показал несколько. В принципе, я пробовал. Есть также внутренняя память. Есть песенки, которые мне отправили китайцы. Быстро. Очень быстро. Столько песен. Флешка на 32 забита. Флешка не самого лучшего качества. Я бы же сказал, что она даже потупливает уже. Но, в принципе, всё хорошо. Хочу вам показать возможности. Первое – это кнопки на руле. Программируются, редактируются, корректируются. К сожалению, у меня не могу продемонстрировать, так как моей комплектации Octavia 5 отсутствует. Но дополнительных магнитоли покупаются размером с нашу крутилочку. Вот такая вот. На скотч крепится к рулю. Цена вопроса 1600 рублей. Будут дозаказывать. Если уж баловаться, то баловаться полностью. Navitel. Работа Navitel. Также поддерживаются все приложения, доступные на Android. Загрузка очень быстрая. Работа со спутниками установилась сразу же. Хотя я живу как бы в горах. И именно в моём городе иногда, ну, даже бывает не иногда, а нет такого хорошего сигнала. Также хотел бы вам сказать, что антенна должна ставиться под стекло. То есть, у меня она установлена за зеркалом заднего вида. Если антенну устанавливать под торпеду, начинаются проблемы. То есть, 2 единицы как бы шкалы сигнала. Если установить её сразу под стекло, 5, пятёрочка максимум. Так, давайте. Хотел бы вам показать, что, как вы видите, навигатор работает вместе с музыкой. Android. Многозадачность. Давайте выключим Navitel. Он нам не нужен для дальнейшего обзора. iPod. Тест спутников. Chrome. Chrome летает, в принципе, хорошо. Сайты грузит, подгруживает, но подтупливает. Но, скорее всего, это проблема из-за того, что точка доступа у меня не имеет сильной раздачи. То есть, я раздавал с телефона. Возможно, в этом причина. Ну, есть какие-то. Bluetooth. Коннектился своим телефоном. Sony Xperia Z. Пробовал hands-free. Свободные руки. Звонил. Мне звонили. Всё хорошо. TV. У меня нет выхода на какие-либо TV-устройства, потому что не могу сказать. Радио. Радио работает от стандартной антенны, подключающей сзади к мониторе. Так что, в принципе, можно ставить какие-то усилители, если кому-то не нравится. Но я не слушаю радио и как-то особо не касался. Эквалайзера мы видели. Это настройка уже. В магнитоле нашей. Дальше хочу продемонстрировать вам видео. На флешку закинуто несколько серий доктора Хаоса. Видео не подтупливает. То есть, возможно, то, что нам было много приложений свернуть, надо было, конечно, её перезагрузить перед стартом запись. Но, пожалуйста, вы видите. Видео воспроизводится во время движения. То есть, некоторые магнитолы, а большинство некоторых магнитол, при том, когда ручник не поднят, не хотят воспроизводить видео. Но этой магнитоле, как Android-планшет, ей на это без разницы. Хотелось бы показать функцию ночного. То есть, в принципе, пробовал ездить ночью, совсем выключить, включить. Wi-Fi, очистка памяти. Также хотелось бы показать вам одну вещь. Проблема с отзывами продавца была такая. Сам столкнулся с ней. Выключили, магнитола погасла. Но при первой установке магнитола не гасла и продолжала кушать. И если вот так вот подержать, она спит. В данный момент она продолжает как бы кушать у вас питание, но при этом она спит. И, коснувшись любую кнопку, моментально включается. Она не выключила, и человек на Volkswagen Amarok жаловался. Проблема решилась. На каншине, подключаемой к магнитолу, есть чёрная защёлкачка, в которой идут два провода. Мы просто отсоединяем это питание, и он берёт питание с каншины. И преобразует его через цифру, и она становится работать как стандартная магнитола. Давайте я вам продемонстрирую, куда выведена антенна. Вот она. Вот она. Вот мы можем её видеть. В принципе, выведена, не мешает, и не обзору, и держится. Говорят, вот это металлическое покрытие создаёт помехи, но 5 баллов, в принципе, можно за это и забить. Вот магниток, микрофон выведен. Микрофон крепления было два. Первое – это крепление прищепочкой, но мне оно не понравилось. А второе – это крепление на скотч. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, этот обзор поможет вам решить проблему, если вы хотите заменить вашу магнитолу.